Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите записи реплеев по версии BFME Rise of the Witch King 2.02. Сегодня на карте Spooky Force of Aizen играют Архангел и Eagle Eyes. Гоблины против Человеков. Что ж, Гоблин выходит в два тоннеля, выбирает бавчик на урон, в то время как Человек выходит в быструю Казарму и тоже в бавчик на урон. Казарма от Гоблина. Немножко получше будет у него экономика, но зато у Человека будет быстрый отряд. Вторая казарма от Гоблина. Рабочий уходит походу в центр и скорее всего будет ныкать тоннель где-нибудь здесь или здесь. По крайней мере я бы так сделал. Ожидаем спам Гоблинов. Заказывается сразу же второй отряд мечников. Человеки побежали. Гоблин рискует пропалить своего рабочего, но походу человек... А нет, нет, запалил все-таки. Да. Следил за ними. Я думал, возможно, он отправил их на автомате, а сам строил что-то здесь на базе, но он особо не строит. Хотя нет, вторая... Вернее, третья даже ферма уже пошла. Еще один отряд мечников. Первый будет бегать за рабочим, и это совершенно правильно. Даже если он не сможет убить рабочего, он хотя бы не даст ему расстраиваться. Но внезапно человек передумал и оставил рабочего в покое. Это дает возможность Гоблину построить тоннель здесь, что тоже очень даже неплохо. Даст ему возможность нападать с флангов. Интересно, тут два или больше отряда? Побежали в центр. Подстраиваются новые. Отряд меч... Отряд лучников, вернее, поможет ему отбивать попытки человеков забрать его в шахты, тоннели, ферма. Как-то так. Сдается баф на урон, и фермы больше не будет. Человек принимает решение разрушить ее. Не давая тем самым лишнее, очки, заклинание самому противнику. Возможно, да, бараки будут разрушены. Самое время отменять этот отряд, хотя... Может, деньги дадут я, кстати, не в курсе. Ух ты, неужели справился? На соплях спасает свои бараки человек. Логово пауков подстраивает гоблин. Разведал обстановку вверху и, кажется, даже снес тоннель. Человек. Еще два отряда пробегают в центр. Еще один стоит на базе. Уже более-менее выстроил экономику человек. Но, с другой стороны, гоблин тоже не унывает. Хотя, вы знаете, похуже. Похуже дела у гоблина. Вся ставка у него как раз-таки на войска. На военную промышленность, если можно так сказать. Человек пытается танчить мечников. Ну да, правильно. Мечников, мечников. Вместо того, чтобы сносить тоннель. Ему это удается, но... Он потеряет отряд и, по сути, размин невыгоден. 250 копеек на 80 всего-то. Эту атаку гоблин успешно отбивает. Видимо, пришлось вернуться на базу. Двум отрядам, которые здесь пробегали. Чтобы спасти барак снова на соплях. Еще одна вылазка. Я не уверен, но, возможно, сумела здесь разрушить какой-то тоннель. Хотя, что-то не видно, где строится у экономики гоблин. Тоннель номер один. Человек пропаливает его. Есть возможность потерять рабочего. Но нет, он слишком быстр для этого тролля. Человек начинает застраивать левый фланг. Паучьи всадники! Ну надо же! Вот, это будет неожиданность для человека. Да, здесь гоблин полностью возьмет верх. Самое время подстраивать копьи. Что он делает? Второе из зданий. Еще один барак. Пытается забрать тоннель. Но гоблин высаживается вовремя. И человеки, к сожалению, умрут. Но гоблины тоже пострадали. Чутка, правда. Всего один раз тролль успел ударить по ним. Забирается ферма. Таким образом, весь правый фланг теперь принадлежит гоблинам. Оставляет ферму, чтобы паучьи-наездники смогли немножко подкачаться. Такой небольшой рой гоблинов пролетает сверху. В это время идет отвлечение войск. Человеков. Да, сейчас. Все выглядит не лучшим образом для людей. Бараки, по сути, уже потеряны. А просто сумеет ли выцепить садик или нет. Только одного. Нехорошо. Видите, если я правильно помню, то баф на урон ведет в изыв пауков. И он почти набрал 10 очков. По сути, если сейчас будет потерян этот барак, то игра закончится для людей. Но в любом случае, гоблин пользуется преимуществом. Пока у врага нет копейщиков, он разъезжает, топчет и забирает здание. Призыв дикарей. Ух ты, ну да ну что. Да, это намного лучше, чем паучки. При должной удаче можно будет даже забрать крепость, если подвезти сюда еще 3-4 отряда гоблинных мечников. А вот и призыв. Сдается баф на урон, забирается барак. Будет возможность забрать еще конюшни. Я даже не представляю, что сейчас может спасти человека в данной ситуации. Даже лошади, ну садники вернее, гондорские, вряд ли сумеют что-то изменить. Хотя, довольно много полегло паучьих наездников. Надо разворачиваться и давить дикарей, в частности вот этих вот, которые забирают драгоценную экономику. И не помешало бы расстроить бараки где-нибудь здесь, под прикрытием этой фермы и крепости, чтобы врагу труднее было разрушить их. Но в любом случае, это скорее всего уже конец. Да, гоблин захватил весь правый фланг, подстроил еще у себя, хотя он не особо спешит строить экономику. Возможно, копит на что-то. Но тут никаких изменений у него нет. Вот это мне непонятно. Зачем пристройка паучья, если он полностью доминирует сейчас на карте? Никто на него тут не нападет. У людей даже нет очков. Я бы построил, кстати, героя Фаромира. Помог бы подстреливать немножечко. Можно сделать пристройку вот эту вот и ныкать в нее Фаромира каждый раз, когда гоблин пытается его убить. Это вряд ли принесет ему победу в этом матче, но хотя бы поможет протянуть время и впоследствии может может он успеет что-то сделать. Но с другой стороны, человек уже, да, он сдался. Все. Конец. То есть, смотрите, есть возможность устраиваться. Можно было бы бараки заныкать внизу, но он сдается. И зря, на мой взгляд. Очень даже зря. Ну, вот такой вот реплейчик. Всем спасибо за внимание, друзья. И до встречи в следующих роликах. Пока.